Во Франции закончился первый тур президентских выборов. Это национальный фронт, Марин Меппен, квартира Макрон. Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций. Это, конечно, большая доля оборудования, которые используют крупные игроки в области связи. Это мобильные операторы, это компании, для которых связь принципиальна. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карина Саяхова. Республику Узбекистан посетила делегация Казанского федерального университета. Казанский федеральный университет был представлен в лице проректора по внешним связям Тимирхана Алишева. Также в мероприятии принял участие советник ректора по взаимодействию со странами Центральной Азии Рашид Азимов. Во Франции закончился первый тур президентских выборов. По итогам голосования во второй тур президентской гонки прошли действующий президент Франции Эммануэль Макрон и представительница ультраправой партии Марин Ле Пен. Что важно знать о нынешней ситуации во Франции и что поменяется в стране после выборов, узнаем в сюжете. По итогам первого тура президентской гонки во Франции лидирует действующий президент Эммануэль Макрон с более 28% голосов. Конкуренцию во втором туре ему составит бывший лидер ультраправой партии национальное объединение Марин Ле Пен. У нее около 23% голосов. Ну вот в данном случае мы видим две основные противоборствующие силы. Это национальный фронт Марин Ле Пен и партия, которую условно называют период республика, это партия Макрона. Марин Ле Пен, бывший лидер ультраправой партии, придерживается национальных началов своей предвыборной кампании. Ее главный интерес – это налаживание уровня жизни французской части населения страны, а также сохранение традиционных ценностей французов. Она выступила против иммигрантов на территории страны, а также заявила, что антироссийские санкции негативно сказываются на гражданах Франции. В своей предвыборной кампании она обещает гражданам защиту покупательской способности в условиях начинающегося кризиса. В предвыборной кампании она заявляет, что планирует вывести страну из НАТО. Она обещает добиться реформы всего Европейского Союза, а также заменить его на Альянс Европейских Наций, который состоял бы из союзников, что обеспечило бы стране больший суверенитет. Партия Марин Ле Пен – это уже достаточно устойчивая политическая сила. Она действует уже на протяжении более 50 с лишним лет. И основателем вот этой политической силы Национального фронта является еще отец Марин Ле Пен, Жак-Мари Ле Пен. Эммануэль Макрон в политическом спектре занимает центристскую позицию. Что касается внутренней политики действующего президента, он представляет богатую, но малочисленную часть республики. Помимо этого, Макрон, стремящийся к миротворческим началам, во время предвыборной кампании сделал акцент на внешней политике, а не на внутренней. За это его начали критиковать как левые, так и правые партии, называя его предвыборную кампанию неудачной и нелогичной. Также Макрон накануне отказался от предвыборных дебатов со всеми кандидатами, что позволило Марин Ле Пен почти сравняться с Макроном в первом туре. Если мы говорим левое движение, социалисты, то, например, того же самого Макрона его нельзя относить к левому, потому что это на самом деле представитель богатой Франции. А левые партии, социалистические, это представители народа. Поэтому Макрона правильнее характеризовать как центриста с небольшим левым уклоном. После первых результатов президентской гонки в стране начались массовые акции протеста как против действующего президента Франции Макрона, так и против кандидата Марин Ле Пен. Действительно, французы как бы недовольны своими политиками. И даже приходилось слышать такое выражение, что после Деголя у Франции не было ни одного сильного президента. Все президенты, они как бы достаточно слабые, и, соответственно, политика в целом слабая. И вот эта вот ситуация, она как раз отражается и на строениях общества, и на низкой яркой избирателе. Второй тур президентских выборов пройдет 24 апреля. По данным соцопроса Французского института общественного мнения, во втором туре Макрон может набрать 51% голосов, а Марин Ле Пен – 49%. Роберт Хасанов, Ангелина Трынина, Универньюз. Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций, которые вводят запрет на поставки в Россию технологий, предназначенных для гражданских сетей связи. Как отразятся европейские санкции на развитие сетей, не только узнаете далее. 8 апреля Евросоюз принял пятый пакет антироссийских санкций, которые вводят запрет на поставки в Россию технологий, предназначенных для гражданских сетей связи, являющихся собственностью организации, контролируемой государством, или имеющей более 50% государственной собственности. Таким образом, окончательно заморожена передача технологий телекоммуникационным госкомпаниям. Помимо Растелекома, это может распространиться на принадлежащего ему мобильного оператора Теледва и Транстелеком. Многие сейчас отечественные компании формируют программы импортозамечений, то, чем они могут помочь рынку и помочь другим клиентам, с какими услугами, с какими устройствами и так далее. Ну и, конечно, повторюсь, что очевидно будет расти пока что, по крайней мере, доля использования оборудования наших дружных стран, в первую очередь, это Китай. Из-за пятого пакета санкций Евросоюза госоператоры теперь не смогут использовать оборудование Ericsson и Nokia. Компании являются крупнейшими европейскими поставщиками телекомоборудования в России с долями 20% и 30-40%. В последние годы присутствие компании в России снижалось под давлением китайской компании Huawei. После начала спецоперации на Украине Ericsson и Nokia приостановили работу в России, так же, как Intel, Dell и многие другие. Условия, когда у нас происходит запрет на использование оборудований просто Ericsson или Nokia, то мы, конечно, будем возлагать большие надежды на оборудование компании Huawei, ну и также, конечно, отечественных производителей, которых, разумеется, будут поддерживать. Но, скажем так, пока удобнее думать о том, что нам поможет Китай, нежели опираться исключительно на отечественные продукты. Ассоциация разработчиков и производителей электроники оценила объем продаж телекомоборудования в России в более 4 миллиардов долларов в год. А продажи российского оборудования составляют не более 780 миллионов долларов. В данный момент Ростелеком является крупнейшим заказчиком отечественного оборудования, капитальные вложения которого выросли на 11% без учета госпрограмм. В некоторых сегментах у российских компаний есть наработки, однако базовые станции и система биллинга в России полностью иностранны. Процентные ставки поднялись тогда, когда Центральный банк повысил ключевую ставку до 20%. И даже сейчас, когда он ее снизил до 17%, ставки все равно остаются чрезвычайно высокими, фактически запретительными. То есть кредиты остаются недоступными ни для простых людей, ни для компаний. Эксперт также отметил, что в ближайшее время лучше не торопиться с кредитом. Есть большая вероятность, что процентные ставки снизятся. Виктория Казанская, Елизавета Никитина, Универньюз. В Казанском федеральном университете плотно реализуется проект, посвященный модели когнитивно-поведенческих предикторов личности на базе соцсетей. Подробнее об исследовании в сюжете. Психология социальных сетей – одно из ведущих направлений в научном поле нынешнего времени. Постижением этого вопроса занимается Институт психологии образования во главе с профессором кафедры клинической психологии и психологии личности Леонидом Поповым и Институт вычислительной математики информационных технологий, представителями которого выступили ученые Фаиль Гафаров и Галим Вахитов. Немало важно, что Российский научный фонд поддержал ученых Казанского федерального университета грантом. Заявка направления гранта направлена была на выявление специфики социальной успешности пользователей интернета, Интерес к социальному профилю личности – это путь к постижению коллективного сознания человека и технологии управления массовым сознанием. Ученые Казанского федерального университета выделяют главную мысль этого проекта – охват и анализ миллиона людей за действованием элементов искусственного интеллекта. Стоит отметить, что помимо многочисленных тестирований и последующих характеристик, исследователи разработали и опробировали информационно-аналитическую систему автоматизированного мониторинга персональных страниц пользователей социальных сетей. По словам координатора реализации психологической части проекта Павла Устина, общий объем выборки составил более 1 миллиона 300 тысяч человек. После всех процедур фильтрации и поиска открытых профилей в соцсети, исследовательский объем выборки был доведен до 8 1800 испытуемых. Полученные результаты делают определенный вклад в быстро развивающуюся новую отрасль психологии, в киберпсихологию, то есть психологию человека как пользователя интернета. Проблема состояла в понимании человека как пользователя социальных сетей и анализа степени активности, то есть успешности человека в образовательной, профессиональной и социальной сферах. Отметим, что научный проект подобного уровня реализуется в России впервые. Результаты данного исследования внесут неотъемлемый вклад в развитие такой науки, как психология, и позволят расширить границы в вопросе психодиагностических технологий. Карина Саяхова, Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова